Привет, друзья! Сегодня мы разберем сюжет ирландской черной трагикомедии 2011 года под названием «Однажды в Ирландии». Сержант Джерри Бойл служит в полиции на западе Ирландии. Он нетороплив и рассудителен, но это не мешает ему употреблять запрещенные вещества прямо на работе, во время дежурства на опасном участке дороги. Прибыв на очередное место преступления, Джерри знакомится с новым подчиненным Эйданом Макбрайтом. Парень пытается проявить себя и угодить несносному шефу, но тот не упускает возможности подшутить над стажером. Осматривая место убийства, Джерри прогоняет мальчишку, притворяющегося журналистом, и видит труп мужчины с пулей в голове. Не дожидаясь экспертов, он осматривает тело, находит во рту жертвы вырванные страницы из Библии и предполагает, что улика указывает на оккультного серийного убийцу. Эйдан делится своей версией, но грубый Джерри не спешит принимать ее во внимание. А перед началом основной части видео я хотел бы познакомить вас с Максимом, благодаря которому я смог заработать на новое оборудование и обновить компьютер, чтобы радовать вас новыми, более качественными пересказами. Привет, меня зовут Макс, и я зарабатываю онлайн на платформе Лаки Джет. Если тебя интересует дополнительный доход, переходи по ссылке в описании, там я для тебя записал целый курс бесплатных видео по моей стратегии. Если тебе интересно, то присоединяйся и сможешь зарабатывать от 5 до 10 тысяч рублей в день. А недавно вышло видео, где я забрал два с половиной ляма в реальном времени. Ах! Тебе достаточно будет посмотреть один раз, и ты уже сможешь работать по моей стратегии. Самое главное, тебе стоит поторопиться и начать зарабатывать уже сейчас, пока стратегия еще актуальна. Спасибо за внимание, пока-пока! Вернувшись в полицейский участок, сержант получает анонимный звонок. Некий доброжелатель сообщает о том, что за убийством мужчины стоит Билли Дивейни, и он сам признался в этом, пропустив пару рюмок. На допросе подозреваемые рассказывают о том, что совокуплялся с ламой, и действительно набросился на парня в баре. Но это был совсем другой человек, а отношения к убийству он не имеет. Убили полно свидетелей, поэтому его отпускают на свободу. Несмотря на всю грубость и конфликтность, присущую Джерри, у него есть и мягкая сторона. Сержант заботится о больной матери, которой врачи дают не больше двух месяцев. Эйлин не хочет унывать и не любит, когда другие жалуются на свои болезни. Она не прочь выпить и подшутить над другими пациентами, так как это помогает ей забыть о собственных проблемах. Встретив сержанта в баре, Эйдан замечает, что Джерри выпил лишнего, несмотря на то, что его рабочий день не завершен. Подчиненный узнал имя погибшего, но оно ничего не дает, так как подобные псевдонимы используют матерые преступники, отследить которых практически невозможно. Также Эйдан сообщает, что ему позвонили из участка и сообщили о брифинге агента ФБР. Сержант недоволен вмешательством американцев, ведь они бесполезны в работе и тратят время впустую. Оказавшись на брифинге, Джерри узнает о том, что Уэндал Эверетт прибыл в Ирландию для пресечения поставки крупной партии наркотиков, стоимость которой составляет около 500 миллионов долларов. Сержанта это нисколько не беспокоит, и он позволяет себе расистские шутки в отношении агента ФБР, открыто демонстрируя свое неуважение к этой структуре. Как известно, наркотики сопровождают четверо ирландских торговцев во главе с Фрэнсисом Шихи Скеффингтоном. Увидев фотографии преступников, Джерри узнает в одном из членов банды убитого и сообщает, что осталось найти еще троих наркоторговцев. Тем временем, Эйдан останавливает машину, в которой едут Шихи и его сообщники. Парень быстро понимает, что влез туда, куда не следовало бы, и спешит к патрульному авто, чтобы вызвать подмогу. Лем останавливает его и требует, чтобы тот повернулся. Понимая, что его дни сочтены, полицейский сохраняет достоинство и умирает, не подчинившись преступникам. Тем временем, Уэндал и Джерри объединяют усилию по поиску преступников, узнав друг друга получше. Несмотря на приятную беседу, сержант продолжает грубить и откровенно провоцировать агента на конфликт, но тот удерживается от взаимных оскорблений. Отдыхая после тяжелого рабочего дня, Джерри слышит, что к нему кто-то пришел. Увидев на пороге очаровательную блондинку, он принимает ее за сотрудницу эскорта и сообщает, что делал заказ на завтра. Узнав, что это жена стажера, Джерри приглашает девушку в дом и узнает о том, что Эйдан исчез. Парень пропал всего несколько часов назад, поэтому сержант предлагает не нервничать и подождать еще сутки. Если Эйдан не объявится, то он займется его розыском и сделает все для того, чтобы его найти. Следующим утром агент ФБР во время пробежки замечает Джерри плавающего в море. Он поражен физической формой толстяка, но сержант признается, что в свое время участвовал в летних олимпийских играх и занял четвертое место на дистанции в 1500 метров. Вендел не воспринимает слова сержанта всерьез и предлагает выследить Фрэнсиса Шихи и его людей. Джерри готов к расследованию, но сегодня у него выходной и свои планы он менять не намерен. Пока агент ФБР совершает обход и допрашивает жителей города, сержант спешит на вокзал, чтобы во всей красе встретить пару легкодоступных девушек. Арендовав номер в отеле, он развлекается с девушками и те выжимают из него все соки, сделав несколько памятных фото. По пути домой Джерри замечает служебный автомобиль Эйдена и вызывает поисковую группу. Он знает, что это место популярно среди людей, сводящих счеты жизнью, но не верит, что подопечный мог поступить так же. Пытаясь поговорить с Габриэлой, полицейский узнает о том, что супружеский брак был фиктивным. Девушка, выехавшая из Хорватии, использовала его для получения вида на жительство, а Эйден прикрывался браком, скрывая нетрадиционную ориентацию. По окончанию рабочего дня Джерри и Вэндал встречаются в местном баре. Немного выпив, сержант замечает камеру видеонаблюдения и вспоминает о том, что первый подозреваемый утверждал, что был здесь в момент убийства. Джерри предполагает, что реальный убийца был в баре в то же время и использовал Билли в качестве приманки. Просмотрев записи с места, где произошла потасовка, агент ФБР замечает Шихи и Корнелла. Следующим утром один из наркоторговцев встречается с полицейскими, чтобы передать им взятку и прекратить расследование убийства. Используя не самый удачный шифр, инспектор задает глупые и неуместные вопросы, чем лишь раздражает Корнелла. Вернувшись к подельникам, наркоторговец сообщает, что смог договориться с полицейскими, но они не ручаются за Джерри, так как он не берет взяток. Тем временем, малыш Юджин звонит в участок и просит сержанта приехать по указанным координатам. Проныра нашел тайник с оружием, спрятанным в болоте, и прикарманил небольшой диринджер. Простейший пистолет, который можно спрятать в любое, даже самое неожиданное место. Забрав оружие, Джерри возвращает его членам Ирландской национально-освободительной организации. На встрече замечают, что части оружия не хватает, но сержант не знает, куда она исчезла и предлагает списать пропажу на голодных крыс, перекусивших парой пистолетов и автоматом. Вскоре Джерри встречается в кафе с одной из проституток и оказывается, что ее подослал Шихи. Шантаж также не дает результатов, поэтому сержанта отстраняют от расследования. Инспектор и агент ФБР навещают Габриэлу, чтобы вновь допросить супругу исчезнущего полицейского, но она отказывается общаться с ними. Пытаясь во всем угодить матери, Джерри забирает ее из больницы и ведет в местный паб, чтобы та насладилась живой музыкой. После того, как сын выполнил последнее желание Эйлин, она умирает. Встретив Джерри в баре, Вендел говорит о том, что надежный источник в полиции сообщил, что груз наркоторговцев будет доставлен в городство Корк на юге Ирландии. Напарник агента уже там и через несколько часов он выезжает туда же. Попрощавшись с Венделом, сержант возвращается домой. Услышав стук в дверь, он выходит во двор, но никого не встречает. Вернувшись в дом, он сталкивается с Лиамом в гостиной. Социопат решил избавиться от него, так как полицейский доставляет слишком много проблем и ставит под угрозу наркобизнес. Разговорив Лиама, Джерри узнает о том, что это он убил подельника, подозревая его в предательстве и избавился от надоедливого Эйдена, выбросив его тело в море. Сержант чешется между ног и оправдывает это случайными связями с легкодоступными девушками. На самом же деле он спрятал Диринджер и пытается его достать, чтобы убить наркоторговца. Переиграв наивного Лиама, сержант звонит агенту и сообщает, что полицейские коррумпированы, а наводка на графса Корк – это пустышка. Взяв пистолет и автомат, Джерри распаковывает парадную форму и направляется в местный док, где Шихи вместе с подельником принимают причалившее судно с товаром. Уэндал приезжает на место событий и прикрывает Джерри, решившего разобраться с преступниками и отомстить за убийство стажера. Сержант предлагает грузчикам сдаться, но они открывают огонь и погибают в неравной схватке. Почувствовав адреналин, Корнелл вступает в перестрелку и также погибает. Тем временем Шихи отчаливает и пытается сбежать. Джерри ранит главу банды и прыгает на лодку, чтобы завершить начатое. Вэндал помогает сержанту, но в какой-то момент его ранят и он случайно стреляет по бочкам с горючей жидкостью. Лодка воспламеняется, но это не останавливает Джерри, решившего покончить с Шихи. Полицейский стреляет в наркоторговца и оставляет его умирать в каюте. Вэндал спускается к причалу и видит, как лодка взрывается. Следующим утром он приходит на место событий и полагает, что Джерри мертв. Юджин и фотограф считают, что получился идеальный финал, а эта история заслуживает того, чтобы о ней сняли фильм. Вэндал менее оптимистичен, ведь погиб хороший человек. Но школьники считают иначе, напоминая о том, что Джерри прекрасно плавал, да и его тело не было найдено. Агент ФБР воспринимает это с иронией, но вспоминает, что сержант хотел исчезнуть, чтобы покровители наркоторговца его не преследовали. Фильм заканчивается, оставив нам открытую концовку с надеждой на то, что сержант Бойл все же смог спастись. Друзья, спасибо, что досмотрели до конца. Подписывайтесь на канал и включите уведомления, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте лайки и пишите свое мнение о фильме в комментариях. До скорых встреч и всем пока!